Приветули! Это вторая часть видео про тест приложений для рисования на телефонах, о котором я так просили. Сегодня я все так же на кухне, чтобы не портить атмосферу кухонных посиделок из прошлой части. В комментариях мне писали, мол нет смысла делать обзор на платные версии и без пейнта, ведь что платные, что бесплатные абсолютно одинаковы. Ну и ладно, не судьба. Что ж, в этот раз я все так же делаю обзор на 12 рисовательных программ, а в конце подвожу итоги и ставлю личные оценки. Тогда не будем тянуть, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе напитки, а я начинаю вещать. Infinity Painter. Вначале я приняла файлы, а позже мне показали гайд по приложению, что удобно. В приложении можно всего за 2 гривны накупить всяких рисовательных плюшек по типу кистей, шаблонов и прочего. Я выбираю 7-дневный бесплатный период и начинаю рисовать. Да, я в этот раз так же буду что-то рисовать, чтобы описать ощущения и поставить адекватную оценку. Я буду именно скетчить, а не рисовать прям полноценные работы, ведь в данном случае нет смысла усложнять себе работу. Договорились? Рабочее поле большое, соответственно всякая мишура сбоку мне не мешает рисовать. Немного странное приближение холста, будто все так натужно идет. Ощущение при рисовании крайне приятный, мне понравилось. Также в приложении есть встроенная функция спидпейнта, но черт возьми, эта запись такая покореженная. И да, я сохранила сам спидпейнт к себе в галерею, но это не помогло, все равно все дергалось. Но зато нам показали сколько раз езжала кнопку отменить действие двойным нажатием. Это так, к слову. Но зато мы можем рисовать паттерны, что может быть крайне удобно, там я минусов не заметила. Также присутствует гайд для всяких художников и даже и видео уроки. Кому-то да поможет. А мы переходим к следующей программе. Джо. При входе в прогу нам сразу сказали, мол, ребята, у вас есть бесплатный период всего на 14 дней, так что платите 12 гривен за само приложение. А ну и у вас изначально нет включенной функции приближения холста. Ладно, я как любопытный человек лазу по настройкам, но обычный обыватель мог даже и не знать о том, что можно включить зум, поэтому и занизил бы оценку просто так. А так сама функция удобная в случае, если вы случайно задеваете рукой экран. Также можно кастомазить само приложение, меняя цвета, если вам вдруг базовый набор не понравился. И минусов это отсутствие кистей. Судя по скринам из платной версии, это никак не фиксится. Нет возможности отменить действие двойным нажатием пальцами, так что очень печально. Можно менять цвет фона, а также в своем приложении есть возможность связаться с создателями. Теперь я знаю, что автор из Словакии. Не особо рекомендую, но вдруг кому-то понравится, кто знает. А ну и файлы хранятся в отдельном окне, то есть если вы закройте приложение и войдете потом снова, то ничего не сохранится. Jump Paint. Зайдя в само приложение, нас встречает фрейм из Человека-безопилы, допустим. Ну и небольшая информация о самом приложении. Там было сказано, что мы можем создавать мангу, так что проверим. И нам не соврали, тут действительно показано и рассказано, как делать раскадровку, как прописывать историю и прочее. Юным мангакам на заметку. Но меня больше интересует само приложение, как рисовалка. И я нажимаю на чате, меня сразу просят зарегистрироваться. А, ну ладно. Зарегалась и пошла покорять вершину. Ну и перед этим нам показали, куда нажимать и прочее. Можем начинать. Видео заметно ускорено, потому что я часто тупила. Возможно, чего-то не заметила, но я вообще не увидела никаких шаблонов. Возможно, я плохо смотрела, но да ладно. Зато гайды хорош. Хотелось бы больше рассказать, но я там нашла свою кисть из Ибиса, которую я сама же себе и закастомайзила. Возможно, я ожидала чего-то большего, ведь вначале нам показали приложение, как что-то серьезное, мол, мы вот вас научим рисовать мангу. В целом, не соврали, но сама рисовалка мне не понравилась. Зато здесь вы можете добавлять текст и отменять действие двойным нажатием, а это уже неплохо. А, ну и мы можем вставлять крутые фразочки, ведь в этом, видимо, есть смысл по мнению создателя. Окей? Также, если пролистнуть вниз, то можно заметить постинг, который не работает, и мероприятия с анонсами, которые тоже не работают. В общем, вкусовщина. Я бы не сильно рекомендовала. PPS Draw. Выглядит прикольно, но мне не очень понравилась идея открытия меню с помощью зажатия кнопок громкости одновременно. Мне показалось проще тыкать на экран на кнопку меню, чем эти все танцы с бубнами. Поэтому вначале я, собственно, пыталась читаться. Слоев нет, нельзя отменять действие двойным нажатием, всего лишь одна кисть, если сохранить файл, то он будет выглядеть вот так. Как простая рисовалка для того, чтобы скеттить что-то в метро, то окей, но в целом тоже не очень рекомендую. Мне лицетной фон понравился, чем-то напомнил подкладку для крафта. А ну и миллион непонятных настроек всего и вся. Не прям рекомендую. Bamboo Paper. Захожу в приложение, и каково было мое удивление, что приложение связано с Вакомом. Да-да, мой первый графический планшет был именно от Вакома. Подписываю все соглашения, и меня просят зарегистрироваться. Так-с. Мои данные вам знать не обязательно, так что упустим этот момент. Мучилась с паролем крайне долго. Видите ли, он слабый по их мнению. Оказалось, что как только ты добавишь к паролю одну большую букву, то он резко и слабо превратится в силу. Логично. Дальше я просто ввожу ник, регион и начинаю рисовать. Из минусов, нельзя приблизить холст. Нет отмены действия, касание двумя пальцами и всего две встроенные кисти. Нельзя сменить цвет самой кисти, нельзя менять размер резинки, а также размер кисти даже на максимум все еще маленький. Да, есть вторая кисть, но как по мне она тоже так себе. Слои отсутствуют. В целом можно заплатить за кисти, но в описании нет никакого упоминания слоев, а это минус. Из приятного присутствует перелистывание холстов, как в скетчбуке. Тоже не особо рекомендую. Artflow. Меня просят войти в гугл аккаунт, после этого сразу же закидывают на рабочую зону, ну и начинаю рисовать, пока нам любезно объясняют, куда тыкать. Есть система слоев, режимы, куча кистей, хоть и часть из них платная, но все же. Но также можно закрыть все эти инструменты, чтобы они вам не мешали и мы могли спокойно рисовать. Можно отзеркаливать картинку, можно записывать таймлапс, но как сохранить его и прочее, я так и не смогла понять. Встроенного таймлапса на каждый проект нет. Также есть Pro-версия, видимо с фул кистями, ну и возможно ботусы, кто знает. Меня радует, что тут хотя бы есть полноценная галерея. Также в настройках вы можете отменить поворот холста и настроить форму цветового круга. Рекомендую ли я? В целом, да. Тут есть почти все нужные функции и ничего не мешает процессу рисования. Также можно создать свою кисть. Fingerpaint. Я захожу в рисовалку и сразу начинаю рисовать. Из особенностей можно отметить кисти-штампы, но открыть их сможете лишь за разовую плату и обновление приложения до Pro-версии. Тут Pro-версия всего 2 доллара, что недорого, но есть пару но. Отменить действие двойным нажатием пальцами нельзя, а кнопки отменить действия нет на основном экране и вам нужно идти в настройки ради этого. В настройках можно менять цвет фона, в приложении присутствует лишь одна кисть, нельзя отдалить или приблизить холст. Так присутствует надоедливая реклама снизу при включенном интернете. Также нельзя самому настроить нужный цвет, есть только встроенные. Но пффф, здесь можно просто так посмотреть рекламу, я не знаю почему и зачем, но это ничего не дает, никаких бонусов. Не рекомендую. Pocket Paint. Захожу и нас сразу встречает мини-гайд. Рисую и оцениваю. Скажу, что меня бесил этот прозрачный фон в клеточку и позже закрасила слой ниже белым цветом. Также я выбрала акварельную кисть, но это выглядело слишком мыльно и светло, поэтому я обратно сменила кисть на обычную. Все так же нельзя отменить действие двойным касанием, и это грустно. Спасибо за кнопку отмены действия в районе рабочей области. При зуме все немного лагало. Мне не сильно понравилось отсутствие нажима. Приложение в целом оправдывает название карманной рисовалки, ведь тут действительно все минималистично. Рекомендую ли я? Приложение не без минусов, но оно весит всего 13 мегабайт. Так что подойдет в случае, если у вас мало памяти, а вы хотите рисовать в более-менее хорошем приложении. Так что вам может подойти. Скетчбук. Я пользуюсь андроид-версией, но есть и версия на iOS. Но судя по тому, что я видела, на iOS интерфейс куда приятнее. Хотя кому как, могу ошибаться. До меня долго не находила где-то резинка, но она затаилась среди кистей. Кстати, насчет кисточек. Их очень много, все очень красиво и классно. Но снова минус, что нет отмены действия касанием двумя пальцами. Уже как бы по счету приложение без этой функции. Все действительно много, не скажу. Из плюсов, тут можно настроить кисти и в параметрах также кучу опций. В общем, приятно удивляют. Также можно записывать таймлапс. Только я не нашла сам спинт нигде. В целом, рекомендую. Кучу встроенных кистей это вау. Обожаю. Handwrite Pro. Сразу захожу и создаю новый документ. Нельзя отменить действия двойным нажатием пальцами. И, наверное, это самая странная резинка из всех, что я видела. Она буквально стирает линии. Причем не в обратном порядке, а просто. Вот вы могли к концу обзора задаться вопросом, мол, Светлана Аврорана, почему вам так важно это двойное нажатие? Все просто. Это комфортно. Говорю как человек, который рисовал в Ибисе и Procreate, где есть эти функции. Так что для меня это очень важно. Pro версия стоит на минуточку 5 долларов. Это 10 пачек чипсов. А в итоге вы получите 5 кистей, среди которых есть интересная каллиграфическая кисть для китайских иероглифов. В настройках также можно наладить нажим, что уже, несомненно, есть с плюсом. Также из приятного здесь есть встроенный файл с мини-гайтом, что все также очень приятно. Самый большой плюс этого гайда, так это то, что в любой момент вы просто можете его перечитать. Вроде мелочь, а далеко не во всех приложениях можно снова открыть гайд. Я рассматривала приложение со стороны рисовалки, а не редактора файлов. Да, тут можно редактировать файлы как картинки. Почему бы и нет? Слои присутствуют. Не волнуйтесь. Захожу, создаю холст и иду работать. О, да, наконец-то присутствует двойное нажатие пальца для отмены действия. Как же я ждала. Линии идут плавно, слои есть, кисти красивые, все прекрасно. Но что-то не так. Ах, да, кнопка кисти находится прямо под селфи-камерой. Да, это проблема моего телефона. На этом фото это отлично видно. Но все же, думаю, разработчикам стоило как-то оставить место про запас и не ставить важную кнопку в центре сверху. Телефоны разные и это может мешать. В программе можно делать анимацию, можно настроить блюр по гауссу, который, внимание, есть далеко не в каждой рисовалке, а также шум. В общем, все очень приятно. Рекомендую, несмотря на эту проблему, с кнопкой кисти на основном экране. Ультимейтив пейнтер. И это последнее приложение в данном обзоре. Приложение горизонтальное, в отличие от предыдущих программ, что, возможно, кому-то удобно, а, возможно, и нет. Слоев нет. Отмены действия касанием двумя пальцами тоже нет. Нельзя двигать холст, кисть всего одна, ну и реклама сверху в придачу. Знаете, как неочевидно выбрать любой цвет не из базовой палитры? Просто зажмите любой пустой блок и выберите цвет. Готово. Хожу мало. Мне не понравилось. Ну уж слишком минималистично. Итоги. Мы тоже лид до итогов. Теперь я все так же могу составить таблицу. Больше всех весили скетчбук и инфинит пейнтер, а меньше всех ультимейтив пейнтер и дро. К удивлению, большинство программ не имеют платного контента внутри. Самая дорогая программа по внутренним покупкам это Android Pro. Больше всего кисти в скетчбуке и артфлоу, причем бесплатно. Самая популярная программа для рисования это скетчбук. Просто лидер. 100 миллионов скачиваний. Самая высокая оценка пользователей у Pocket Paint и Bamboo Paper, а самая низкая у Artflow, ну и отсутствует оценка у Fingerpaint. Если судить по моему личному выбору, то лидирует скетчбук, инфинит пейнтер и хипент. Самые низкие оценки у Дроу и Ультимейтив пейнтер. А ну и большинство приложений из видео просто-напросто отсутствуют в App Store, что крайне печально. Личные итоги. Из всех приложений моими фаворитами стали скетчбук, инфинит пейнтер и пейнтер. Не понравилось в них рисовать, так же в целом рекомендую. На деле вы можете выбрать абсолютно любое приложение из этого обзора. Думаю, таблицы вам помогли определить. А я буду заканчивать. Благодарю за просмотр, но и до новых встреч на этом канале. Пока!